В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Судьба Дома Книги прошло очередное заседание Думского комитета. В драматическом театре прошел концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. И вновь продолжается бой. Хоккейный клуб «Саровинвест» приглашает саровчан на домашний матч. Далее расскажем обо всем подробно. О создании регионального оператора фонда капремонта для Сарова, о состоянии объектов незавершенного строительства на улицах Московской и Курчатова, о судьбе здания по адресу Зернова-26. Повестка очередного заседания Думского комитета включала в себя 9 пунктов. Одним из самых обсуждаемых вновь стал вопрос о приватизации Дома Книги. Подробности далее. Казалось бы, с судьбой Дома Книги депутаты уже определились. Вопрос о приватизации акции этого общества был вынесен на Думу с пометкой «Отклонить». Но председатель КУМИ Владимир Лутиков сообщил, что прежде чем они примут окончательное решение, с народными избранниками хотел бы встретиться и поговорить потенциальный инвестор. Но оказалось, что инвестор не в курсе ситуации и пришел не говорить, а слушать. Для начала я бы хотел услышать стоимость, что конкретно продается и так далее. Понять. До сих пор этой информации есть информация в открытой печати о том, что продается акционерное общество. Да, это интересно. Дальше нужны детали. И депутатам, и жителям города важно, чтобы Дом Книги хотя бы частично сохранил свою специализацию. Поэтому администрация при заключении договора с тем или иным инвестором готова прописать дополнительное соглашение, которое позволит акционерному обществу сохранить свою направленность. Стоял один вопрос. Мы сможем сохранить Книги или нет? От этого вопроса его прямолинейно не прозвучало в адрес инвесторов. Каким образом это зафиксировать, да, по крайней мере оно будет носить, может быть, не прямо правового характера, но моральный, да, это его можно оформить определенным соглашением за рамками, вот, так сказать, условий приватизации. И администрация готова подписать такое соглашение? Да, а почему нет? Сам процесс обсуждения, да, это нормальный процесс, лучше обсуждать, чем сразу, что-то, так сказать, рубить. Обсуждение вопроса продолжится. Конкретному решению, что делать с акциями Дома Книги, депутаты в очередной раз не пришли. По-моему, задача наша, да, это формирование бюджета. Наверное, это все-таки первично. А мы вот только и знаем эти прогнозные планы составляем. Это с молотка, это с молотка. У нас уж скоро ничего не осталось. Вариант, как наполнить бюджет города, предложил депутат Петр Смирнов. Он проанализировал ситуацию с выкупом земельных участков в Сарове и пришел к выводу, что приобретение юрлицами земли в собственность не противоречит закону АЗАТО. Суть ограничения в обороте земель в АЗАТО, она сводится к тому, что вот этот пункт ограничивает всех, кто извне приобретает здесь землю. Но вот этот пункт не ограничивает тех, кто внутри. В качестве примера депутат Смирнов привел ситуацию с компанией «Колорит». Суд первой инстанции признал за «Колоритом» право выкупа земли в собственность. Впрочем, с таким решением администрация не согласилась и подала апелляцию. По сути, было предназначено новое рассмотрение этого вопроса. И судом уже не рассматривается отказ по принципу нахождения земель в АЗАТО. Сейчас рассматривается вопрос о том, что участок пересекает красные линии. О чем, собственно говоря, истец ООО «Колорит» заявил о фальсификации доказательств. Заседание суда по этому делу пройдет уже на следующей неделе. Мы будем следить за развитием событий. Мария Руинч, Владимир Ресенников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Терпел множество изменений, но сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, которое и объединяет ветеранов и юное поколение. Именно в этом единстве мы можем сохранить то великое, что было создано до нас и что будут хранить наши потомки. Традиционно в рамках торжественного вечера в честь 23 февраля отчествуют не только ветеранов вооруженных сил, но и всех людей, которые внесли большой вклад в развитие армии и оборонной промышленности нашей страны. Это праздник народный, поскольку армия, флот, народ не едины. Праздничный вечер продолжился выступлением артистов из Нижнего Новгорода и Москвы. Майя Балашова исполнила всеми любимые романсы и народные песни. Артист Большого театра Сергей Плюснин – Ари из известных опер. А коллектив «Стайл-квартет» представил музыкальную программу «Мужчина и женщина». Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. С 1 по 30 марта пройдет прием документов для оформления ежеквартальной выплаты неработающим пенсионерам, чья пенсия за март не превышает 7400 рублей. Документы будут принимать в здании администрации в кабинете номер 230 с понедельника по четверг с 13.30 до 17 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Начальник управления социальной защиты Наталья Тимченко проведет прием граждан. Она расскажет об ипотечной программе для семей с двумя и более детьми, об особенностях использования материнского капитала и ежемесячных выводов за рождение первого и второго ребенка. Наталья Анатольевна будет отвечать на вопросы 1 марта в здании управления по адресу проспект Мира, дом 15, с 8 до 19 часов. В Сарове подвели итоги региональных этапов Всероссийской Олимпиады школьников. Всего от нашего города в них приняли участие около 60 ребят. Абсолютным рекордсменом по участию в Олимпиадах и по результативности 11-классник лица номер 3 Александр Толмачев. Он стал победителем Олимпиады по математике и призером по физике, информатике и экономике. Главное управление МЧС России по Нижегородской области предупреждает. В период с 23 по 28 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов ниже климатической нормы. Спасатели рекомендуют не использовать самодельные и неисправные электроприборы, а также не включая для обогрева газовые плиты. В преддверии Дня защитника Отечества в нашем городе прошло множество праздничных концертов и акций. Пионеры Союза детских организаций «Сияющие звезды» встретились с военнослужащими 94-й дивизии войск Национальной гвардии. Школьники своими глазами увидели выставку стрелкового оружия, показательные выступления спецназа и то, как работают кинологи воинской части. Акция «Армейский городок» прошла в рамках проекта «Всей семьей в будущее». Подробности далее. Взять в руки настоящий автомат и даже прицелиться. Ради этого мальчишки согласны ждать целый год. Военнослужащие рассказали о боевом оружии и разрешили ребятам поддержать автоматы и винтовки. А служебные машины можно было не просто посмотреть, но и внутри посидеть. Акция «Армейский городок» дает ребятам уникальную возможность увидеть жизнь военных изнутри. Это закрытая часть. Сюда просто так ты не попадешь. То есть возможность даже походить и посмотреть, как живут солдаты, что они делают, посмотреть на кинологов. Ну, мне кажется, это очень хорошая возможность. Кинологи показали ребятам, в чем заключается работа служебных собак. Четвероногие помощники определяли, где находится имитатор взрывного устройства и задерживали нарушителя. Приемы рукопашного боя, обезвреживание преступника, а также действия подразделения при массовых беспорядках. Все это продемонстрировали школьникам бойцы роты специального назначения. Сегодня мне понравилось и запомнилось показ оружия и бронетехники, так как это было самое интересное. В принципе, это то, зачем я сюда пришел. Мне больше всего понравилось, когда мы ходили в казармы, где живут все солдаты. Там все показали, все объяснили. Мне больше всего понравилось, когда выступали краповые береты. Мне больше всего понравилось, как они разбирали оружие. Знакомство с армейским городком прошло в преддверии Дня защитника Отечества, поэтому школьники пришли к военным не с пустыми руками. Тем, кто будет отмечать праздник на боевом посту, ребята сделали открытки и принесли угощение к чаю. А завершением экскурсии стал обед в солдатской столовой. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Хоккейный клуб «Саров Инвест» появился в нашем городе всего несколько месяцев назад. А уже сегодня они лидеры чемпионата области. Их домашние игры собирают немалое количество болельщиков на трибунах. 14 игр, 14 побед, 150 заброшенных шайб и всего 41 пропущенная. В команде «Саров Инвест» исключительно саровчане, и они не просто играют в хоккей, они защищают честь города. Поэтому их игры – это всегда накал страсти и эмоций. И поддержка жителей нашего города для них чрезвычайно важна. После двухнедельного перерыва спортсмены вновь готовы радовать саровских любителей хоккея. И в День защитника Отечества приглашают горожан на очередной домашний матч. В этот раз саровчане скрестят клюшки с «Волгой» из «Воротынца». Начало матча в 13 часов. А перед игрой зрители ждет выступление военного оркестра. Вход на матч через центральные двери. К другим новостям. Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества на базе СПТ имени Бориса Глебовича Музрукова проходит месячник по патриотическому воспитанию. В военно-спортивной игре «Дружина» приняли участие команда первокурсников. Студенты боролись за победу в нескольких дисциплинах. Подробности в следующем репортаже. Студент первого курса Никита Маркеев докладывает о готовности своей команды. Ребята с факультета машиностроения готовились к предстоящей игре долго и основательно. Больше всего внимания уделили репетиций смотра строевой песни. Члены жюри оценивали четкость и слаженность движений и синхронность исполнения куплетов. Кандидатуру капитана команды ребята определили быстро. Никита два года был командиром отряда на военной игре «Зорница». С детства любит спорт. Хорошую форму поддерживает, играя в футбол и занимаясь легкой атлетикой. Никита уже четко ответил для себя на главный вопрос каждого мужчины и решил отдать долг родине. Я обязательно пойду. Я думаю, должен каждый мужчина отслужить срок. Чтобы проверить свои силы, чтобы отдать долг родине. Военно-патриотическому воспитанию в Саровском политехникуме уделяют особое внимание. В стенах СПТ учатся практически 80% юношей призывного возраста. Именно поэтому педагоги ставят перед собой цель – познакомить ребят с базовыми основами военного дела. Практически все ребята наши, выпускники, они все призываются в армию. Все служат очень достойно и нам присылают даже благодарственные письма. В составе команды контролеров-станочников половина – это девушки. Представительницы прекрасного пола надели на себя майки защитного цвета и отправились отстаивать честь факультета на военную игру с патриотическим названием «Дружина». Участница команды Лидия Савченко признается, что подумывает сделать выбор в пользу военной карьеры. А сейчас на плечах юных защитниц создание боевого духа в команде. Мы сначала подумали, что мы не сможем, но потом, когда мы собрались силами, мы сказали, что мы сможем, мы это сделали. И вот оказалось, что мы лучше всех. В следующем учебном году на базе СПТ начнет свою работу военно-патриотический клуб. Все желающие смогут получить навыки единоборств, познакомиться с историей оружия и овладеть основами военного дела. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Многие согласятся, что делать подарки не менее приятно, чем получать их. Но порой мы не знаем, что подарить, проводя в магазинах бесчетное количество часов и в итоге уходим с пустыми руками. Но с подарочной картой от Саров Бизнес Банк больше не придется волноваться о том, что преподнести коллегам, друзьям или родственникам. Удобный и современный способ сделать подарок, который подойдет каждому. Подарочная карта Саров Бизнес Банка поможет сэкономить силы и время при выборе подходящего презента. Это отличная альтернатива традиционным конвертам с наличными. С ее помощью удобно без комиссии оплачивать понравившийся товар в любом торговом центре. Карта оформляется без предъявления паспорта. Ее можно получить сразу же при обращении клиента в банк. Она выдается в запечатанном упаковочном конверте. При оформлении карты можно внести любую сумму денежных средств, но не более 15 тысяч рублей. Карту можно оформить в любом отделении банка. Подарочная карта выпускается в категории Голд. И каждый ее владелец автоматически попадает в программу лояльности виза для премиальных карт. А это значит, принимает участие в розыгрыше призов и подарков и получает дополнительные скидки в магазинах. Стоимость карты всего 150 рублей. Срок действия до одного года. Если вы выбрали подарок самостоятельно и решили приобрести его в интернет-магазине, не спешите. При совершении покупок с помощью карт в сети интернет всегда есть необходимость соблюдения мер безопасности. Для оплаты покупок необходимо использовать только проверенные сайты, либо сайты известных организаций. При наборе адреса сайта нужно еще раз его проверить, поскольку похожие сайты служат для неправомерных действий. Оплачивать покупки и вводить персональные данные и данные карты необходимо все-таки на своем компьютере. Если вдруг вам пришлось совершить покупку на чужом компьютере, то после оплаты необходимо удалить все персональные данные и данные карты, которые вы вводили. Но главное, не стоит оплачивать товар при помощи зарплатной карты. Мошенники нынче оригинальные, и вы рискуете потерять все свои деньги. Чтобы этого не произошло, Саров Бизнес Банк предлагает оформить виртуальную карту. Процесс покупок ничем не отличается от стандартного. При совершении оплаты необходимо ввести 16 цифр карты, срок действия, код действительности и имя держателя в латинской транскрипции. После совершения покупки банк отправляет смс с подтверждением оплаты. Пополнить виртуальную карту можно несколькими способами. При помощи СББ онлайн со счета основной карты или вклада, а также наличными деньгами в любом отделении Саров Бизнес Банка или переводом в банкомате. Стоимость карты 150 рублей. Срок действия до одного года. Максимальный лимит 60 тысяч рублей. Оформить виртуальную карту можно в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ту сумму денег, которую вы планируете положить на карту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова